В результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека. Это пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с грузовиком. Следователи также установили личность водителя и владельца грузовика. Это житель Краснодарского края. У него дома сейчас проводят следственные действия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, но по какой именно статье не сообщается. Пожар сейчас на мосту уже потушен, но часть автомобильной дороги и несколько пролетов железной дороги обрушились в воду. Движение машины поездов приостановлено. Этот мост соединял Крым с Краснодарским краем и был единственной наземной связью для России с полуостровом. Ранее представители украинских властей не раз говорили, что они могут нанести по Крымскому мосту удары. В Киеве заявляли, что считают его военной целью, потому что Москва использует мост в том числе для снабжения своей армии на юге Украины. После вторжения России украинские военные стали регулярно наносить удары по территории Крыма. Но за сегодняшний взрыв никто в Киеве ответственность на себя не взял. Советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк лишь выложил в Твиттере фото Горящего моста и написал «Все незаконное должно быть разрушено, все украденное возвращено». Российские военные ночью обстреляли Харьков. Об атаке сообщил мэр. Ракеты попали в центр города, загорелась больница, повреждены в том числе жилые дома. Глава региона Алексей Негубов уточнил, что удар пришелся по двум районам Харькова. В одном из них мужчина получил осколочные ранения, а в жилом доме полностью сгорела квартира. Ее владелица, 80-летняя женщина, выжила. Я была на кухне, и вдруг летит стекло мое кухонное. Я не помню, я даже не помню, как я выскочила. В чем стояла, в том и выскочила. Нет у меня ни крыши над головой. И теперь я не знаю, что мне дальше делать. В Харьковской области тем временем украинские власти пытаются восстановить электроснабжение, вернуть в дома тепло и воду. Там, где отопление обеспечить невозможно, людей просят эвакуироваться. В первую очередь власти хотят заняться критической инфраструктурой на освобожденных территориях. А также доставить жителям гуманитарную помощь. Конвои в десятки поселков отправили Красный Крест и другие волонтерские организации. Кудем вот это так. То там, то там дадут. Я берег, я ждал прихода наших військ украинских, что они освободят нас от этого ига российского, яке вторглась на нашу краю. Дуже рады были за то, что нас не покинули. И другие страны помогли с оружием, чтобы их прогнать от этих москалян всех. Число погибших в результате недавней атаки на Запорожье увеличилось до 17 человек. Среди них по меньшей мере один ребенок. Два дня назад российская армия нанесла по центру города семь ракетных ударов. Они пришлись на жилые дома. С тех пор там продолжалась спасательная операция. Людей доставали из-под завалов. В Москве признали атаку на Запорожье, но не уточнили, о каком именно обстреле идет речь. А за последние дни их было сразу несколько. В Минобороны России сказали только, что их армия якобы уничтожила склад ВСУ с боеприпасами. А Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов. Об этом сообщили в украинском Энергоатоме. По данным компании, станция перешла на работу с помощью дизель-генераторов. И запасов горючего хватит на 10 дней. В обстрелах энергоатомы оккупационной власти Запорожской области снова обвинили друг друга. При этом только вчера на станции начались работы по перезапуску двух энергоблоков. Но в Энергоатоме уверены, что теперь сделать это будет невозможно, потому что повреждения получили все линии связи АЭС с энергосистемой. Напомню, что Запорожскую атомную станцию армия России захватила еще в первые дни войны. Сейчас, кроме украинских сотрудников и российских военных, на станции уже больше месяца находятся также эксперты Международного агентства по атомной энергетике. Здания АЭС повреждены обстрелами в нескольких местах. Киев и Магаты неоднократно заявляли, что удары по станции вблизи нее грозят ядерной катастрофой. В России обновили список иностранных агентов. В него включили рэпера Оксимирона и писателя Дмитрия Глуховского. Оба активно выступали против войны с Украиной и покинули Россию. В стране действуют два подобных списка. Глуховский стал СМИ-иноагентом. Вместе с ним в этот реестр попала бурятская журналистка Евгения Болтатарова и социолог Искандер Ясавеев. Он сотрудничает с проектом «Идель Реали». Оксимирон оказался в другом списке – физлиц иноагентов. Помимо него туда включили феминистку, бывшую кандидатку в депутаты Госдумы Алену Попову, и Ирину Сторожеву, активистку из Хабаровска. Также накануне Министерство юстиции исключило из реестра иностранных агентов двух человек. Политолог Виталий Ковин и журналист Владимир Воронов это объяснили тем, что они в течение года не получали финансирования от иностранных источников. Регионы России начали отменять новогодние праздники, чтобы сохранить деньги на мобилизацию. В Санкт-Петербурге и области, например, решили отказаться от концертов и салюта, хотя детские праздники планировали оставить, а сэкономленные средства потратить на снаряжение для мобилизованных солдат. Мэр города Тобольск в Тюменской области также заявил, что в городе не будет праздничного салюта, но будут утренники и концерты для детей военнослужащих. В Кургане и Калуге хотели отказаться от новогодних украшений, а в Ростове жители якобы сами предложили помочь армии финансово за счет Нового года. Однако федеральные власти выступили против таких инициатив. В администрации президента России назвали решения преждевременными, а в Минобороны заявили, что экономить деньги ради мобилизованных не нужно. По их словам, военнослужащие и так обеспечены всем необходимым, хотя жалобы на наличие обмундирования и технику от призывников появляются регулярно. В нескольких регионах России мобилизованные говорили, что вынуждены собираться в армию за свой счет. Глава Нобелевского комитета объяснила, как были выбраны лауреаты премии мира. Напомню, что ими стали белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, российское общество «Мемориал» и украинская организация «Центр гражданских свобод». Председатель Нобелевского комитета Беррет Рейс Андерсон в интервью BBC рассказала, что война в Украине была важным, но не главным обстоятельством при выборе победителей. И комитет хотел подчеркнуть значимость гражданского общества в целом, в любой стране. По мнению Рейс Андерсон, именно гражданское общество способно повлиять на ситуацию. Решение Нобелевского комитета в этом году многими было воспринято критически. Например, Михаил Подоляк заявил, что премию мира получили представители двух стран, напавших на третью. По его мнению, ни российские, ни белорусские правозащитники не смогли организовать сопротивление войне. Евровидение в следующем году пройдет в британском городе Ливерпуль. Обычно конкурс принимает страна-победитель. Этой весной победителем стала украинская группа «Калуш Оркестра». И в следующий раз Евровидение должно было пройти в Украине. Но из-за войны организаторы конкурса приняли другое решение. Второе место занял британский певец, и поэтому Евровидение перенесли в Великобританию. Но власти Ливерпуля уже заявили, что проведут это мероприятие от имени Украины. Великобритания принимала конкурс Евровидения уже восемь раз. Это больше, чем кто бы то ни было в истории. И последний раз конкурс проходил в Соединенном Королевстве в 1998 году. На этом все. Меня зовут Егор Максимов. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы быть в курсе главных новостей. Я с вами прощаюсь и до встречи.